Приветствую, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Благодарность, что Бог дает это время. Благодарность вам, что вы решили сегодняшний вечер провести с нами. Те, которые смотрят, действительно, часто долго готовясь к чему-то, и оно так быстро проходит. Столько спевок, столько сыгровок, одевалки, всех перегладить, одеться. Они все такие красивые. И когда мы сюда пришли, я понял, что с галстуком я сегодня не попал. Потому что сказали, черно-бело, обычно красное, они все в синим. И действительно, если мы делаем все во славу Божию, в этом нет ничего плохого. Мы собираемся, мы прославляем. Дети, слава Богу, вы сегодня хорошо прославляли Господа песнопением. Дорогая молодежь, приятно слушать ваше пение на утреннем служении. Прославление Бога. Мы превозносим Царя, который родился. Мы славим Иисуса Христа, чтобы в эти дни, в эти праздничные, когда церковь отмечает рождение Иисуса Христа, чтобы был превознесен Иисус, чтобы было много Христа и мало праздника. Но обычно бывает наоборот. Особенно в этой стране, в которой мы живем, людям нравится праздновать. Очень сильно. И это заметно. Знаете, когда мы приехали сюда в 97-м году, и так получилось, что мы поселились в Плезингапии, мы выросли там, мы росли. Я был в то время подросток и всегда замечал, ревность у меня такая была. Я смотрел, что бывает на Халавин люди больше домов наряжают. И для меня всегда была дилемма. Я взвешивал, думаю, ну вот хорошо, в этом году больше на Рождество нарядили домов, а в этом году больше... А потом заметил другую вещь, что наряжают одни и те же люди. То есть, далеко не надо ходить. Мы с вами ездили в церковь, вот ферма яблочная. То есть, у них когда Халавин, у них и катафалка, и гроб, скелеты по крышам, и они яблоки едят, и все. И только прошло День Благодарения, они елки наряжают, и Merry Christmas, и все такое. Людям нравится праздновать. Праздновать что? Есть две стороны Рождества, есть коммерческая сторона, и есть рождение Иисуса Христа, которого отмечаем мы. Это тот день, когда родился мой Господь. Это тот день, когда родился ваш Спаситель, как мы слышали. Друзья, давайте об этом немножко порассуждаем. И для начала я предложил бы место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 25 и 26 стих. Это тот фрагмент, когда Иисус встретился с женщиной, у колодца, и ему нечем было пить, он попросил у нее попить, и она ему говорит, тебе нечем, он говорит, воду, которую я тебе дам, жаждать вовек не будешь. И женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, что Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который с тобою говорю. Он провозгласил, Он сказал, это я, Мессия, с которой с тобой говорю. И второе место о рождении нашему Иисуса Христа, это записано в Луке, мы уже часто слышали, с 2 главы и 6 и 7 стих. «Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице». Мы за этот промежуток, от дня благодарения до сейчас, вот с этими всеми подготовками, страна, в которой мы живем, они потратили столько же денег, и не только они, и мы, сколько Америка тратит на оборонный бюджет свой, около 600 миллиардов. Настолько это превратилось в что-то такое огромное, где люди не всегда помнят, что произошло. Что же случилось тогда, почему так сильно у нас много блеска, много лампочек, много заворотов, бумаг, подарочков, всего, и так часто мало Иисуса Христа. Когда мы в прошлый раз собирались с воскресной школой, я благодарю Богу, у нас прекрасная группа, 12 лет, и в конце я попросил, и говорю, ребята, напишите мне на листе, что для вас Рождество. И они, как законопослушные дети, родители, все под строчку написали, что для меня главное рождение Иисуса Христа. Я аж удивлен был, думаю, неужели? 12 лет. И кто-то один написал, ну, подарки тоже неплохо. Вот один из вас кто-то написал. Действительно, что превратилось в Рождество? Я немножко хочу посмотреть на корни. Друзья, откуда пришел праздник? Почему 25 декабря? Для многих из вас будет, может быть, какой-то новостью. Я скажу, что те люди, которые переселились в Америку, пилигримы, те протестанты, которые уехали из Европы, которые отсоединились от Римской католической церкви, они около 200 лет не праздновали Рождество. Я этого не знал. Я думал, это всегда так было. Когда начал смотреть на это, я думал, почему они не праздновали Рождество? И чтобы понять, почему это случилось так, надо посмотреть немножко раньше. Когда пришел наш Господь Иисус Христос, когда Он прожил жизнь свою святую, когда Он умер на Голгофе за наши грехи, вознесся, образовалась церковь о том, что Христос говорил Петру. Шли ученики, шли апостолы, шел апостол Павел, у них были миссионерские поездки по всей Middle East. И они проповедовали, организовалась церковь, были христиане. И вот это все шло дело до 325 года от рождения Иисуса Христа. В 325 году образовалась Римская католическая церковь с приходом правителя Константин, который создал потом город Константинополь. И первый раз в истории государства религия стала государственной. It was state religion. Такого не было. Что было до этого? Люди поклонялись, кому хотели. И в числе этом были христиане. Но очень много было идола поклонников. Оно продолжалось. Было поклонение другие религии. И в 325 году один из попов, он решил, что мы будем праздновать 25 декабря Рождество Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что многие язычники на этот день уже праздновали день рождения Бога. И потому что религия стала массовой, государственной, а не чтобы всех как бы соединить в одно. Говорит, давайте делать в этот день. Что же праздновали язычники? Друзья, я не хочу разочаровать сегодня или сделать праздник ваш немного меньше или больше. И к римлянам апостол Павел писал в 14 главе, в 6 стихе «Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает». Но это хорошо знать истории. Что же случилось? Вот этот идолопоклонный, поклонение религии, которая пришла из Вавилона, люди поклонялись Богу неба, Богу солнца. Был у них Бог, которого они называли Немрат. Египтяне также его называли Сатурн. И Слово Божие, этот же сам Бог, его называли Ваал. И Бог солнца. И богиня неба была Луна. Ее имя было Семирамис. И они соединились. И в этот день у них родился Бог. Родился Бог, его название Томуз. И пророк Ивериеми упоминает кратко об этом. Люди были в глубоком идолопоклонении. В этот день они праздновали день рождения вот этого Томуз. Мы его с детьми, с моей воскресной группой прозвали Фонарик. Ну что это такое-то выдуманный Бог? Выдуманный Бог солнца, выдуманный Бог луна. И вдруг родился у них еще ребеночек. И праздновали день рождения 25 декабря. И получилось так, что соединили два в одно. И христиане начали праздновать. Они сказали католике, давайте мы заменим Бога нашим Богом, богиню луны мы заменим Марии. И то, что родилось, будет Иисус. И будем праздновать. Пришел этот праздник. Интересно, знаете, когда рассматриваешь это, что праздновали не только они, праздновали египетский народ. Egyptians праздновали арабы. 24 декабря они праздновали день рождения Бога луны. Интересно, почему же так? Если посмотреть немножко дальше, что входило в этот праздник. У них был Бог вина, который назывался Баккарды. Они праздновали, это были халдейские ритуалы. В этом было все, что вы можете придумать, было там. Это было их поклонение. И часть этого служения они приносили ему подарки. Я был немножко удивлен, что одним из подарков были деревья, которые они тащили этому Богу. Египтяне Сатурну тащили пальму. Рим, не Рим, а языческий Рим, несли дерево фр. Я посмотрел, что такое фр с моим английским языком, это ель. Они несли этот подарок этому Богу. И немножко об этом. Интересно, что Иеремия в 10 главе пишет такие слова. Опять-таки, друзья, я не хочу лопнуть этот шарик праздника нашего. Просто хотелось бы, чтобы мы немножко знали, что праздновали идолопоклонники. Что у них было? Это из истории, это из источников. Это можно проверить. Иеремия пишет в 10 главе с 1 стиха. «Слушай слово, которое Господь говорит вам, Дом Израилев. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которые язычники страшатся, ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как необточенные столбы, не говорят, их носят». Для меня настолько это они делали идолов, делали из этого, украшали их серебром, золотом, лампочками и всем остальным. Для меня это сильно напоминает наши рождественские ели. Очень сильно. Друзья, опять, если мы это делаем во славу Божию, ничего в этом нет. Если вы решили в декабре, когда на улице мороз, снег, украсить дом свой. Хорошо. Но елка, украшения, подарки никогда не должно становиться центром нашего служения для Господу. Когда у тебя спрашивают, особенно когда у тебя есть дети и другие, говорят, «Вы готовы к Рождеству?» «Are you ready for Christmas?» Ты говоришь, «Ну, мы вроде готовы». «Ну, вы как, поставили елку?» «Как бы купили всем подарки?» Ты говоришь, «Ну, вроде бы еще нет». Очень много праздник оброс, очень много наложили сверху его, помимо того, что рождение Иисуса Христа. Ты когда разговариваешь с молодыми людьми, те, которые немножко помоложе меня, они в нашей стране Евангелие не знают. Ты говоришь, «Ты читал Евангелие хоть раз, ты знаешь, что такое родился Христос?» Я решил спрашиваю несколько людей из американского народа, когда я езжу для себя сервей сделать. Я говорю, «Что для вас Рождество?» «Ну, это время такой фан, это время, когда я в школу не надо ходить, вот как сегодня брат пел. Это время, когда с семьей можно вместе побыть. И все. Праздник оброс. Интересно, что если мы перешагнем немножко дальше сюда, к нашему времени уже, то как-то непонятно у нас появился вот этот дед в красной одежде, которого назвали Санта-Клаус, и он просто встрял в Рождество. Вот его не было никогда, и откуда-то он появился. И на любой билборд-сайн, на рекламе он на этих оленях летит. И вот это все Рождество вокруг него. Немножко посмотря в это, интересно, откуда его, что это, кто это. Итак, Saint Nick, святой Nick. Кто его сделал святым? Римская католическая церковь. Некоторые говорят, что он был с 14 века русский. Наверное, потому что красный. Да? И опять-таки, кто его сделал святым? Римская католическая церковь. Энциклопедия. Я по-английски прочитаю. Энциклопедия says Nicholas' existence, его существование cannot be tested by any historical documents. Не подтверждается ни одним историческим документом. Это фейк. Это миф. Это придумали. И в 1969 году римская католическая церковь решила снять с него святость. Он стал не святой. Вот был святой Санта-Клаус, Saint Klaus, устал никто. Почему? Потому что это была шутка. Это был чей-то обман. Смотря в это немножко дальше, этот персонаж, который любит встревать в Рождество и в эти дни, когда церковь и дети Божии, и люди по всему миру празднуют рождение Господа, рождение Бога. Появляется очень много разных костыликов, крючков, носков и всего остального. Почему? Посмотрите в это. Итак, знаете, энциклопедия of occultism and psychology, она говорит так, что Old Nick – это его имя. Saint Nick, Saint Nicholas. И одно из его имен – это Old Nick. Well-known British name of devil. Я никогда не думал об этом, не знал. Old Nick. Знаете, интересно, что я очень люблю музыку и сильно переживал, когда группа под такую мощную фонограмму пела, чтобы, слава Богу, пришло после этого. Слушаешь радио на Рождество, и они поют христианские радиостанции. Но они поют, слава Богу, это любимое мое, наверное, в Рождестве, это песня о Христе, Святая Ночь, и Мария, и Христос, и все. Но они же и поют все, и про Санта-Клауса, и про снежинки, и как кому-то на Рождество домой попасть хочется, и как мы вокруг елочки ходим. Это время эфира заполняют люди, которые говорят, мы христиане, и это все пришло в день рождения моего Господа. Это пришел мой Мессия. Мы должны рассказать людям всем про Спасителя. А мы адаптируем это все с этого мира. Почему именно на этот день? Они поют про Old Nick, думают, что такое, почему Old Nick? Энциклопедия говорит, A well-known British name of devil, Nicholas, one of common names of devil in Germany. Как это так? Вы это знали? Для меня это была новость. Название его называют Крис Крэнгл. Те, которые знают немецкий язык, в переводе называется Little Child. Маленький младенец называется он. Как? Дьявол настолько хочет влезть в эту сферу, чтобы перевернуть все, чтобы уйти наше внимание с Иисуса Христа, с рожденного Агнца, который был предназначен от начала веков для нашего спасения, заполнить наш разум, забить его информацией пустой. Крис Крэнглер, второе имя для Санта-Клауса, или третье, маленький ребенок. Такая организация, как New Age, в которую ходят Билл Гейтс, в которую ходят celebrities, многие певцы, богатые люди. Это оккультизм, оккультная организация. И они говорят, чтобы в имя человека не обязательно должно быть по очереди буквы. Главное, чтобы буквы были в этом имени. И они открыто говорят о том, что Сэнта, ты берешь Н и ставишь конец, и получается Сэйтэн. Так же, как и Тасан. Это они говорят. Откуда появился этот дед? В России праздновали Дед Мороз на Новый Год. Все, здесь они воруют Рождество. И настолько опасно, когда детям с детского возраста это вбивается, это все нормально. Дети пишут письма этому старому деду. Напиши письмо Санта-Клаусу. Напиши, чтобы он ответил тебе. Менталитет. В песнях поют. He knows what you're thinking. He knows where you've been. Не знает он ничего. Знает только один Бог. Идет постоянная подмена, подкупка, идет фальсификация. И вот это все с этим блеском, с этими джинго-беллс и со всем остальным, когда люди заполняют свои грядины-карточки. Праздник Рождества. Это коммерческая сторона. Дорогие друзья, что же отмечаем мы, как христиане. Место, которое мы прочитали, написано было, что она родила младенца. Когда же они были там, наступило время родить ей, родила сына своего первенца, и пеленала, и положила его в ясли. Молодая семья. Мы размышляли с детьми нашими. Мария, молодая девушка. В той местности, в той культуре, рано в замуж выходили. Тогда не было ультрасаунда, и не можно было определить наперед день рождения твоего ребенка. Они не знали. И когда была перепись, им надо было идти с Назарета в Ифлием, дорога, которая проходила через Иерусалим. Если вы посмотрите расстояние, те, кто были, это пятидневный ход пути, пешком, может быть, с осликом. Около ста километров с Назарета до Иерусалима. И с Иерусалима дальше около пяти миль до Вифлиема, как отсюда до Болсбурга доехать. И они шли на перепись. Друзья, почему еще не 25 декабря? Мы читаем в этой истории, что написано, там, в той стране, были на поле пастухи. Те, которые знают историю еврейскую, они знают, что вся пастбище и посеяние овец заканчивается в конце октября. В декабре очень холодно и льют дожди, и все равно ночью пронизающая холодная температура. Ребенок бы замерз в кормушке, даже что эта эрия является в Израиле. Были на поле пастухи. Именно вот этот один момент, который показывают на рождение Иисуса Христа раньше. Второе историческое подтверждение, что перепись августа, она была во времени после праздника Суккот, праздник Жатвы. Было неудобно делать перепись летом, потому что людей были огороды, поля, скот, пастбище. Была Жатва, и потом был короткий промежуток, пару недель, когда было расстояние. Им надо было дойти, им надо было неделю быть в пути. После праздника Жатвы, который выпадает в сентябрь, последние числа сентября, с 20 по 27, скорее всего, это день, когда родился Господь. Господь родился раньше, но нет греха праздновать этот праздник сегодня, если мы празднуем рождение Иисуса Христа. Еще почему не 25 декабря, потому что по служению священника Захарии, мы знаем, когда ангел Гавриил пришел к Марии, он сказал, что Елизавета, она 6 месяцев беременна, и священники служили две недели в храме, можно посчитать, и те, кто это делали, они сказали, выпадают на конечные цифры сентября. И они шли, Иосиф и Мария шли, и скорее всего, праздник этот цукот, когда было паломничество, было в Иерусалиме, потому что все закрыто на этот праздник, для них это святой праздник, там нельзя не переписаться, никуда ничего. Если после праздника они вышли и шли на перепись, написано, что не было места им в гостинице. В русской Библии написано в гостинице, в английской написано in. Мы знаем, мы слышим историю из года в год, это не была гостиница, которую мы сейчас представляем. Это был, в то время назывался Постоялый двор, огромный двор. Мы когда были в Мексике с молодежью, у них есть такие дворы. К удивлению, ты заходишь, и там живет несколько семей, только они живут, буквой П, такой огромный двор. И археологи, они сейчас знают это место, на расстоянии между Иерусалимом и Вифлеемом, он есть один. Он был Постоялый дом доброго самарянина. И написано, что не нашлось им места в гостинице. Друзья, вы задумывались когда-нибудь, могло ли это так быть предназначено, что Богу, Сын Божий, не хватило места. Изначально план Господа Бога был, чтобы Сын Его пришел в мир по-другому. Его место было в яслях. Там было Его место. Его хватило. Друзья, почему были пастухи в той местности? Потому что это было рядом с Иерусалимом и в Иерусалиме постоянно приносилась жертва. Почему такой был огромный спрос на годовалых агнцев? Нужны были постоянные годовалые агнцы. The little baby, sheep. Один год, без пятна, без порока. Они были десятками, а то и сотнями приносимы в жертвенник каждый день в Иерусалиме. Там не приставала течь кровь. Люди приносили жертву свою. И мы знаем, что пастухи, они для этого и размножали овечек. И интересно, что в той местности очень много пещер. И пользовалось место пещеры для того места, где мама овечка шла и рождала своего ягненка. Там не было хлева, как мы видели на постановке. У них нету деревяшек так много, пламбора. Вот эти ясли, они не были из дерева, они были каменные, сосуды каменные делали. Иисус, когда превратил воду в вино, это были каменные сосуды. И, скорее всего, когда пришло время рожать и не было места, они шли дальше и использовали пещеру, где должен быть родиться агнец. Исайя 53 глава говорит, что наш Господь, как агнец, веден был на заклание. это та жертва, которая была из начала веков предназначена за мой грех и за твой грех. Он не только умер как агнец, он, скорее всего, пришел в мир как агнец. Не было это в хлеву, там не было никакой дезинфицирии, если там была куча лошадей, коров и все остальное, это просто не полагается в разум. Там очень много пещер, и для этого там оказалась кормушечка, потому что мама овечка шла рождать ягненка. Это Рождество, которое празднуем мы, христиане, приход Иисуса Христа на этот мир. И знаете, когда кто-то очень famous вспоминает его, не всегда вспоминают рождение день, а вспоминают, что он сделал. Ну, кто вспоминает день, кто знает, когда родился диктатор Сталин или еще кто-то, может быть, те, кто постарше вас учили это в школе, может быть, знаете, мы не знаем, но знаешь, что сделал человек, что сделал мать Тереза, что сделал Иоанн Креститель, что сделал Иисус Христос, весть Рождества это всегда Голгофа, весть Рождества это всегда Голгофа, это смерть нашего Господа. Когда Иисус встретился с женщиной возле колодца, она говорит, Господи, мы знаем, что придет Мессия, а он ей говорит, женщина, я тот, мы живем с вами в необычное время, мы живем с вами время, когда люди объединяются вокруг проблемы, вокруг такой называемой пандемии, никогда не было такого претендента, когда весь мир мог объединиться одной проблемой, такого не было. Последний раз это был Ноев Ковчег, когда был потоп, это была глобальная проблема. Наше время, в котором мы живем сегодня, это такое же, интересное, очень интересное. И кого же ждут люди? Они ждут Мессию, они ждут анти Мессию, и они ждут анти Христа. Если вы сегодня поговорите с евреем и спросите у него, почему вы не верите в Христа? Они говорят, он был подделка, Христос не был Мессия. Он не принес мир на землю, войны как продолжались, так и продолжаются, он не дал господство Израилю, он не дал нам земли наши, он принес разделение, как он был Мессия, мы ждем того, который наладит все, который сделает все хорошо, мы ждем Мессию, который возглавит Израиль, когда мы будем на высоте, вот это будет Мессия, но не тот Христос, который принес мир в сердца, не тот мир, о котором мы поем, мусульмане сегодня ждут своего пророка, другие религии ждут другого пророка, они ждут Мессию, и когда придет Антихрист, они его очень все радостно примут, я всегда думал и задумался о том, мне было обидно, что Америка превращается в страну атеистов, они больше и больше атеистов, в последнее время атеистов не будет, люди верующие будут, они примут Антихриста, они примут знамения и чудеса, как никогда сегодня мы можем понимать, что такое безденежная система, как никогда сегодня мы можем понимать, что такое не купить, не продать, вот это дьявольское деньги, это криптовалюта, им выпущено, все, идет полностью подготовка к последнему времени, друзья, мы слышали, родители говорили, дедушки, бабушки, мы тоже жили в последнее время, ну да, но наши последние, чем ваши, никто спорить не будет, наши сегодня последние, Господь скоро придет, только наш Иисус придет забрать церковь свою, а придет антихрист, который примут за Христа, который не есть Христос, Христос сам провозгласил, я есть тот, меша, как мы слышали сегодня, друзья, Господь нам даровал такие прекрасные дни, много служения, много песнопения, мы вспоминали рождение Иисуса Христа, давайте вместе скажем слава Богу, наш Бог велик, мы превозносим Его имя, мы превозносим имя Иисуса Христа, это наш Мессия, который искупил, который спас, оправдал, заплатил огромную цену, заплатил свою жизнь за тебя и за меня, это Его праздник, Он родился тогда, славим Тебя Господь, дорогой мой друг, брат или сестра, если ты не постречался еще с Господом, как личным спасителем, сегодня есть еще это время, и тебе надо идти не к Голгофе, не к Ислям, а надо идти к Голгофе, потому что вот это то, из-за чего пришел Христос, Он хочет примириться с тобой, как мы слышали на рождественское служение Григорий говорил, Господь ищет общение, Он искал Адама, Он говорит, Адам, где ты? Он сотворил тебя для общения с тобой, Он сотворил тебя, чтобы быть вечно с тобой, Он хочет быть в вечности с тобой, и то, что разделяет сегодня тебя и его, это грех, и когда люди живут во грехе, или падают в искушениях, у них разрывается расстояние между ними, ты не слышишь голос Бога, тебе не хочется славить Бога, у тебя нету желания служить Ему, ты просто хочешь быть как все, приди сегодня к Иисусу Христу, сегодня время благодатное, это самое большое, что ты можешь сделать сегодня, не получить свое образование, не получить повышение на работе, или что-то другое, выйти замуж и жениться, это все пройдет, вот так, прими сегодня Господа, когда готовятся люди к браку, столько суеты, столько всего, и фотографии, и обед, наши знают, кто недавно, вот Ярик, и когда это все закончилось, ты думаешь, вау, все, it's over, really, all this for that, праздник этот закончился, Рождество, это последний аккорд наш рождественский, все, вы уже знаете, где вы будете праздновать Новый год, уже, наверное, планируют наши хозяйки, жены, что они будут готовить, это последнее наше вспоминание вот в этом году рождения Иисуса Христа, воздадим славу Господу, друзья, в наших молитвах, Он достоин славы, вся слава Его, все песнопение, все наше славословие, Он пришел в этот мир, чтобы пострадать за грехи этого мира, друзья, пока вечеря Господня совершается, до того времени, пока не придет Господь, я гарантирую вам, что церковь будет провозглашать Иисуса Христа как своего спасителя, мы будем проповедовать о Христе, который пришел в Яслях, который жил святую жизнь, который умер на Голговском кресте и воскрес, больные или здоровые, в холоде или в тепле, в голоде или в недостатке, мы будем провозглашать Господа, потому что Он достоин славы, Аминь. Помолимся, друзья. Аминь.